Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, что ж, сегодня замечательный день, пятница, ну и традиционно в Сухом Остатке мы подводим финансовые итоги недели, хотя сразу оговорюсь, наверное, уж совсем, а в итоге говорить рановато было бы, потому что буквально через полтора часа главное событие с точки зрения макроэкономической статистики этой недели, статистика по штатам, ну мы о ней поговорим, по крайней мере, с точки зрения ожиданий, наверное, потому что эфир закончится и только через полчаса мы убедимся, что же там делается, ну как сможем, так и сможем, потому что событий помимо этого было предостаточно, то есть есть о чем поговорить, движения были и это радует, так, ну что ж, представляю моих сегодняшних гостей в студии Сухого Остатка Алексей Рыбаков и директор инвестиционного департамента инвестиционной компании ТАЛА, добрый день, Алексей, и в студии Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании Макроэкономической статистики, ЦВЛ Капитал, добрый день, Михаил, добрый день, уважаемые слушатели, наш телефон, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, все, конечно, это вы знаете хорошо, но на всякий случай у вас есть возможность присоединиться к нашему диалогу, к нашему разговору, либо позвонив, либо написав на сайте, я прочту, озвучу, а мои коллеги квалифицированы на все вопросы, дадут ответ. Итак, 1506 в Москве, давайте посмотрим, что же на этот момент произошло на финансовых площадках, начиная со вчерашней американской торговой сессии, коей не было. Во как! Поэтому не будем трогать американцев, действительно, вчера они праздновали, надеюсь, все хорошо у них, как показывает график S&P 500, и это действительно так, у них все хорошо. Посмотрим, как рынок труда сегодня еще чувствует, да? А начиная с Азии сегодняшней, динамика следующая, Nikkei 225 закрылся 2% в плюсе, Shanghai Composite символический плюс, да, символический, но все же плюс, это пол, половина сотых процентов. Европа сегодня тоже позитивно торгуется, половина процента прибавляет FTSE 100, ну и индикатор российского рынка в вялом позитиве, в вялом небольшом, ну, практически не торгуются они сегодня, как и многие дни до сегодня, да? Индекс РТС прибавляет 0,1%, 1282, его текущая котировка и только же прибавляет индекс ММВБ 1351, на этом уровне он находится сейчас, рубль также зажат в узкий диапазон, но, судя по всему, все же смотрит вверх пара доллар-рубль, рубль продолжает потихонечку ослабевать. Смотрим на сырье и на Форекс, тоже уже, да, вроде парадоксальная ситуация, не заставляет нас сильно удивляться. Нефть 105,97 за 1 баррель, да, почти 106 долларов, очень позитивно. Лайтсвит, мы вчера подробно об этом говорили, кстати, сократился очень сильно спред между ними, выше 100, да. Леша мне пока пальцем, я говорил, я помню, помню, конечно, я же не отрицаю. Золото, да, сейчас скорректируется, 1238 в текущем моменте и индикатор евро-доллар после вчерашних событий упал ниже 1,29 уже. Вот, закрепиться, не закрепиться, посмотрим, 1,2880. То есть, набор голубых фишек сегодня вяло и разно направленный. Ну, среди лидеров роста можно выделить АвтоВАЗ, почти 3% он прибавляет, почти процент ВТБ, Газпром и МТС. И вниз, да, в отрицательной территории Сбербанк на полпроцента, на полпроцент Северсталь и на 0,3 гоноргии. Ну что ж, вот такова картина маслом. Итак, давайте начнем разговор. Итак, финансовые, напомню, да, коллеги, финансовые итоги недели нас с вами сегодня будут интересовать. Давайте так, построим традиционно, что из прошедших событий на этой неделе вы бы выделили, Миша, что бы ты выделил, говоря о том, что именно они, да, были драйверами для движений на рынках. Ну, не только на российском. Хочется прямо так сказать, день независимости США. Да, особый драйвер, да? Да, драйверов по России, наверное, это единственный драйвер, как и всегда, цены на нефть. Цены на нефть у нас растут благодаря Египту, опять что-то помогает ценам. Поэтому рост есть, российский фондовый рынок на этом фоне тоже у нас подрастает. Но есть, наверное, но, которое, скажем так, ложка дегтя в бочке меда. Это то, что если вы посмотрите на объемы, которые были с начала недели, то есть 1 июля, то объемы приблизительно или ниже, или вот в районе 20 миллиардов рублей. Это говорит о том, что наш рынок растет без объемов. То есть реальных покупателей их нет. И, собственно говоря, притоки-оттоки с фондов ЭПФР, они фактически чуть-чуть вышли лучше. Где-то порядка, там, около 70 миллионов притока. Поэтому, в общем, фактически без каких-то свежих денег, я думаю, что больше, наверное, на внутренних деньгах мы пытаемся искать какие-то идеи. И мы видим, что есть какой-то спрос в определенных акциях. А так, в целом, на рынке ничего не меняется. Любая негативная какая-то внутренняя информация может привести наш фондовый рынок к сильному снижению. Если не будет именно внутренняя информация какой-нибудь негативной, то вполне возможно, мы будем торговаться как раз на уровне западных площадок, что мы и делали на этой неделе. И будем торговаться, соответственно, так же, как и они, посматривая на цены на нефть. Я понял. Спасибо, Мир. Алексей. Добавлю, что Египет для меня хоть и является неким триггером, который подчеркнул на нефть, но все-таки там в первую очередь нефтяные котировки начали отскакивать на данных, которые вышли ночью. Данные по запасам нефти, соответственно, это было, по-моему, максимальное сокращение, если мы берем неделю к неделю за последние лет 12. Ну и потом Египет просто наложили, и получается ситуация, что нефть входит в узком диапазоне 100 долларов, 106 поверхней границы уже на протяжении 3-4 месяцев. Если говорить с точки зрения фундамента какого-то, перспектив особо нет. Да, возможно, на каких-то факторах, которые могут еще появиться в Египте, вверх в новый диапазон, нефть могут затащить в новый диапазон, но вот глобально я бы ставил на стабилизацию некую коррекцию на рынке нефти именно по Brent. По WTI, я полагаю, что там коррекция должна быть несколько сильнее, потому что та ситуация про спред, которую я подробно рассказывал, она, в принципе, себя почти отыграла, но конкретно спред должен схлопаться не за счет того, что WTI будет расти, а все-таки за то, что Brent должен скорректироваться. Именно если мы уберем геополитику оттуда, а с точки зрения того, что все-таки большинство сейчас крупных игроков, они смотрят все-таки на Brent. То есть, получается, если говорить об ожиданиях, WTI должна подкорректироваться, а Brent сделать это сильнее, для того, чтобы, с одной стороны, узкий спред сохранился, но как бы... Да. Что касается еще таких интересных событий, ну, в принципе, Марио Драги и ЕЦБ выделить опять ничего невозможно. Из того, что он говорит, риторика его из месяца в месяц повторяется. Единственное, что в новой его реальности, скажем так, в новом его выступлении, наверное, редактора там чуть-чуть подкорректировали, он сказал, что количественность смягчения со стороны ЕЦБ будет максимально долго, насколько это требует ситуации. До этого он таких слов не говорил. То есть, фактически, они немножко отстают от ФРС год так на полтора или на год, когда Бен Бернанке начал говорить о том, что вот, мы будем помогать, пока некоторых ключевых показателей не добьемся. Что касается российского рынка, опять же, меня, кроме оборотов, еще смущает одна ситуация, что падаем мы очень бурно, а растем мы очень вяло. То есть, у нас, в принципе, из того роста, что мы видели от 1280 до 1350, ударного дня, ну, полтора процента закрытия можно назвать, наверное, ударным днем. Ну, хорошо, один ударный день был. А вот из последних двух дней там Газпром выделить можно. До этого там Сбербанк немножко помогал. Но вот в целом, вот я полностью соглашусь с коллегой, целенаправленной покупки российского рынка, как не было, так и нет. Это вот можно также на втором эшелоне посмотреть. Оборотов там нет, отдельные истории возникают. Ну, плюс для меня, наконец-то, скажу честно, я играл в Ростелеком. Ростелеком, скажу честно, радует. Бумага мне стала напоминать Норильский Никель. Так, годов. Да, трех годовал давности, когда бумага ходила, ходила, потом выходят какие-то новости. Из дальнейших российских каких-то перспектив, я, в принципе, не меняю свою позицию на этот год и по бумагам. Мне нравится потребительский сектор, но если мы сейчас будем разбирать конкретно все компании, которые есть, еще более или менее ликвидные, Дикси дорого, Мвидио дорого, Магнит вообще не берем, это там отдельная история, в нее уже поздно играть. Так ничего и не остается. Ну, в данном случае просто нужно смотреть, скоро будут выходить отчетности. Я думаю, что у Дикси будут феноменальные показатели по выручке, по операционной эффективности, там можно долго дискутировать. На этот год я не вижу каких-то сдвигов. У них политика такая, в отличие от других литералов, у них менеджмент всегда пытаются быть стахановцами. Но по факту выходит несколько иначе. Но вот если смотреть месячные данные по выручке, Дикси мне нравится. Из сектора удобрений, вот сейчас, в принципе, можно формировать позиции там Фосагра. Из сектора нефтехимии, ну, там, в принципе, бумаги все остаются. Это тоже самое Нижнекамск, нефтехим, стандартная дивидендная история. Пока есть определенная стабильность на этом рынке, они постепенно сокращают свою долговую нагрузку. В этой бумаге все-таки есть еще история, хотя за последние, там, 3-4 года она выросла на 400% с учетом дивидендов. И плюс можно выделить окрон от этих уровней. Из голубых фишек, ну, скажу честно, там лучше спекулировать, нежели вот какие-то идеи искать. Вот сейчас вот фундаментально, ну, вот Газпром вроде там по мультипликаторам, если методом аналогов смотреть и прочее, он вроде недооценен. Ну, знаете, он был недооценен и на 120 рублях, однако на 108 его тоже не особо покупали. Поэтому, если мы интерпретируем все это на итоги недели, я скажу честно, ничего не меняется. Боковик стандартный. Слава богу. Да. Сейчас прервемся новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании ТАЛА и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании Максвилл Капитал. Мы подводим финансовые итоги недели. Спасибо огромное за ваше мнение, уважаемые коллеги. Теперь, если можно, по пару слов, а может не по пару, выскажите, пожалуйста, свои ожидания. Да, вот я еще раз проанонсирую, буквально через час у нас будет значимая статистика по рынку труда, вокруг нее много всяких разговоров, ну и не только вокруг нее, а вокруг позиций Федрезерва. Леш, давай с тебя начнем, собственно, что ты ждешь и как рынок реагировать будет, в общем. Я уже говорил про ключевую ставку, которая дает ставка по безработице от агентства, статистика американская, очень своеобразно. К сожалению, основные контрагенты смотрят на ключевую ставку занятости, но если там разбираться и смотреть за счет чего именно растет или падает безработица, там, как говорится, дьявол кроется в детали. Если мы будем смотреть и попытаемся интерпретировать реакцию рынка, выходят данные хорошие, количественное смягчение может закончиться раньше. То есть, в конце этого года они могут постепенно сокращать по некоторым моделям, по 20 миллиардов по квартально. Выходит, статистика хуже ожиданий, все, значит, рост, играем в то, что ФРС будет до конца держать. Недавно одним очень уважаемым банком был проведен опрос, в том числе я в нем участвовал, больше ста профучастников рынка в нем участвовали. Процентов 70 ставят на то, что, в том числе и я, что ФРС будет смягчать, наоборот, ужесточать свою политику выкупа, начиная с 2014 года. Это некоторые процентов 20 респондентов, четвертый квартал 2013 года. Ну и остальная часть все-таки думает, что рынок труда улучшится, данные по инфляции будут стабильны, ФРС 20 миллиардов может, начиная с третьего квартала, постепенно снизить. И в данном контексте нужно просто смотреть за реакцией рынка, но я полагаю, что она не будет какой-то ключевой, потому что основные события уже отыграны, вот такие вот глобальные. Сейчас, наверное, все будут постепенно готовиться к сентябрьским выборам в Германии и, соответственно, к данным все-таки по промышленности. Потому что с безработицей все более или менее понятно, с точки зрения именно той статистики, которую вы даете. А вот с точки зрения промышленности, как глобальной, так и в отдельных регионах вопросы есть. Вот как-то так. Я понял. И что, можно ли сказать, что, учитывая то, о чем Алексей сейчас говорил, что, ну, как минимум, нынешняя статистика, она не задаст никаких там долгосрочных векторов, а просто опять нервы потрепет инвесторскому сообществу. Ну, просто надо распределять, не задаст вектор какого рынка, да, то есть, если брать американского рынка, то все там понятно. Мы видим, что этот тренд, который там был, он, естественно, поддерживается. Никак не хотят, скажем так, никак не хотят новостным потоком сделать так, чтобы американский рынок падал. И даже когда он пошел вниз, господин Фишер сразу стал там оправдываться, что все нас не так поняли, все не так, плохо. И, соответственно, мы видим сейчас опять восстановление. Но, что касается российского фондового рынка, то я думаю, что как раз вот на эту безработицу он может отреагировать намного печальнее, если они выйдут, допустим, хуже. А хуже, это правильно сказал коллега, лучше. Поэтому, на мой взгляд, наш рынок, он как раз будет реагировать намного острее, чем это будет реакция со стороны западных площадок. В целом, если брать безработицу, которая сегодня выходит, ну, на мой взгляд, вам честно скажу, учитывая, что там бывают совершенно такие фатальные вещи, что она может выйти одна через месяц, она уже выходит совершенно в других параметрах. То, на мой взгляд, будет та безработица, которая сейчас выгодна рынка, это даже не из теории заговоров, это реально так и есть, будет та безработица, которая выгодна рынка. Поэтому я не жду какого-то сильного расхождения от данных, которых ждут. И думаю, что где-то будет ближе к нейтральным позициям. Сегодня плюс пятница, поэтому, может быть, кто-то захочет и пофиксить все эти дела. Я понял. Хорошо, ну, как, тем не менее, да, осталось меньше часа, посмотрим, посмотрим, да, как рынок на это дело отреагивает. Давайте к российской действительности вернемся, ну, даже не с точки зрения пока, хотя в двух словах уже мы об этом говорили, не с точки зрения фондового рынка, а с точки зрения событий внутри экономики, событий, связанных с рублем, событий, связанных с тем, что сегодня, да, принято постановление о создании мегарегулятора, все-таки функции, да, основные функции, в том числе, касающиеся финансовых рынков Российской Федерации, передаются теперь в управление Центральному банку. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, Меша, как ты к этому относишься. Это нормально? Мегарегулятор. Мегарегулятор звучит очень заманчиво. И, наверное, по сути, по названию это нормально. Если бы это было в какой-нибудь европейской стране, в США, может быть, я бы, наверное, сказал, что все, в принципе, это позитивно. Но в нашей стране, не знаю, наверное, не буду именно вот это комментировать. Просто элементарно надо понимать, что какой бы мегарегулятор, как бы он ни назывался, все эти структуры, они просто 100% зависимы. И решение принимается совершенно не там. По всем ключевым вопросам принимается решение не там, а принимается решение намного выше тех кабинетов. И поэтому брать ЦБ тот же, да, тот ЦБ у нас, я думаю, что не по своей воле держит текущие высокие ставки, потому что это не поддается, как я не раз в вашей программе говорил, никакой логики. И поэтому, на мой взгляд, как бы этот мегарегулятор еще как-то не назывался, ничего, собственно, не изменяется, конечно. Вполне возможно, на каких-то будущих моментах, может быть, это и повлияет позитивно. Но в краткосрочной, среднесрочной перспективе, я думаю, что никаких изменений не будет. Я понял, Леш. Вышли данные по инфляции, годовая инфляция снизилась на полпроцента, до 6,9%. Если смотреть по разбивкам, очень интересно произошло, у нас же тариф поднимались, недельная инфляция за счет них выросла. Но, с учетом того, что подешевели, вот это хорошее слово, подешевели фрукты и овощи, как раз инфляция снизилась, если мы возьмем год-году, в месячную инфляцию, а не недельную. Что касается создания мегарегулятора, ну, вы понимаете, здесь одна простая вещь. Если мы создаем что-то ради чего-то, это один вопрос. А если мы создаем и пытаемся сделать что-то эффективно, ну, то есть, в том числе, это возможно будет... Что-то ради чего-то, это просто создание мегарегулятора ради мегарегулятора. Ну, да, ну, то есть, ну... То есть, никаких особых задач, кроме этого, не ставится. Да, ну, красиво название. Да, и может быть, действительно, в один офис перевезут. Супер-пупер-регулятор. Да, в один офис еще людей, может быть, перевезут. Да, да, да. А если мы создаем организацию, которая действительно будет работать, а, эффективно, и, б, с точки зрения каких-то бюрократических и своих основных функций, она будет работать лучше, ну, полный вперед. Вот, мы все участники рынка только за, но вот посмотрите, какая ситуация, например, произошла, что делает биржа МВБ. Все прекрасно знают, что обороты падают. У биржи есть два источника дохода. Это, в первую очередь, там, депозитарий. Все остальное, это различные у нас комиссии сборы. В связи с переходом в режим Т-плюс-2, гарантийное обеспечение у нас будет к сентябрю 5 миллионов составлять. Все профучастники должны будут его заплатить, участники рынка. Соответственно, ну, сколько у нас профучастников? Давайте предположим, что у нас их 100, хотя их в разы больше. 5 миллионов со 100. И, фактически, эти деньги будут заморожены на гарантийном обеспечении, биржа их направит на депозиты и заработает. Вопрос у меня только в том, ну, вот скажите, я готов торговать Т-плюс-0. Мне, вот, ну, то, что торгуют в Европе, то, что торгуют в Европе, это их дела. Вы мне объясните, если это будет выгодно мне, как участнику, как торговцу, как компании, в которой я работаю, не вопрос. Но логики я никакой не вижу, и поэтому я говорю, что если мы вносим некую инновационную, инновационность в режиме торгов Т-плюс-2, ну, давайте ее вносить и объяснять участникам рынка, в чем ее преимущество. Я, например, не совсем понимаю, в чем ее преимущество. Ну, в этом случае говорят именно так, что, да, у нас Т-плюс будет как вот на развитых рынках, так как на... Нет, ну, вот. И, соответственно, вы же понимаете, что биржа просто с этого дополнительно еще и заработает, потому что каждый профучастник, там, банки, они будут просто 5 миллионов, ну, это, холдит, я назову это так, да, на бирже. Вот, если мы подведем еще что-то на российскую экономику, ну, в принципе, данные по обрабатывающей промышленности, ничего, не жду каких-то хороших новостей. Данные по загрузке железнодорожного транспорта, так называемый карго-индекс, его можно отслеживать, тоже там все очень спорно. Единственное, что зарастет, это перевалка строительных материалов, ну, как известно, это в том числе из-за того, что у нас есть огромные инфраструктурные проекты, плюс еще строительство, у нас... Леша, извините, я прерву тебя, извини, пожалуйста, Миша, вот твое мнение сейчас, Алексей поднял эту тему, да, о том, что биржа переходит на новую систему взаиморасчетов, ты как к этому относишься вообще? Не, ну, на самом деле, почему не выгодно брокерам-то, это как раз, в принципе, это выгодно, потому что, не забывайте, что здесь идет разговор о частичном депонировании средств, соответственно, если вы частично депонируете, вы пытаетесь тем самым повысить ликвидность на той же самой бирже. На мой взгляд, да, я согласен, что Т плюс 2 было принято, я бы сказал, под давлением нерезидентов, прежде всего. Это, естественно, что это было интересно им, но что касается брокера, то сейчас за счет увеличения объемов, допустим, могут увеличиться какие-то комиссии. Ну, то есть биржа просто пытается, наверное, какими-то ухищрениями пытаться, действительно, наверное, поднять свою прибыль еще и за счет, не только за счет депозитов участников торгов, а еще и за счет комиссии, потому что, я думаю, что все мировые биржи, они идут как раз именно, живут за счет комиссии, и тоже Лондон посмотреть. Поэтому, я думаю, что идея, она, в принципе, правильная, но вот как будет реализовано, пока сложно сказать. Ну, мне кажется, это выгодно и клиенту, который может не тратить 100% денег. Это выгодно и брокеру, который клиент будет показывать, допустим, какой-то более, больший оборот, чем он показывал до этого. А ты говоришь, мне это не очень, ну, не то чтобы выгодно. Я со стороны профучастника говорю. Как конечный клиент, да? Да, ну, как юридическое лицо. Если мы говорим о физлицах, я буду только рад, если у нас в стране будет больше физических лиц, которые будут торговать. Ну, в данном случае это для физического лица плюс, да? Безусловно, безусловно. Я говорил со стороны профучастников именно с точки зрения того, что, скажем так, экономическая целесообразность именно вот этих 5 миллионов, она для меня непонятна. Вот вы мне объясните, за счет чего берется 5 миллионов, а, например, не 4. Тогда будет понятно, потому что одно дело, у вас стоимость чистых активов 10 миллиардов рублей, и у вас, в принципе, там, в кэше, например, в портфеле лежит больше суммы, а другое дело, например, какая-нибудь маленькая инвестиционная компания, которая работает там для себя, и у нее, например, 20 миллионов рублей. Ну, образно говоря. Поэтому вот здесь как раз вот не совсем правильные условия для всех участников рынка. Потому что у нас в стране, если взять инвестиционные управляющие компании, ну, работающие компании порядка 200-300 есть. Это без участия банков. Вот. Ну, вот как-то так. Я понял. Хорошо, значит, сейчас у нас с вами очередные новости на Финам.ФМ. Послушаем их внимательно, потом продолжим разговор. Я напомню, что сегодня мы, как всегда, в пятницу подводим финансовые итоги недели. Итак, новости на Финам.ФМ. Итак, продолжим, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели. На всякий случай я напомню, что сегодня в студии Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании «ТАЛА», и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Забавно мне показалось. Два директора сегодня в студии. Здравствуйте, господа директора. И для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495 и сайт компании финам.фм. Разговор вот в направлении. Нормально, почему? Это же наша жизнь, это интересует многих и слушателей в том числе. Я как раз хотел подвести уже с точки зрения финансовых рынков, но давайте посмотрим на предыдущую неделю и на сегодняшнюю неделю. Рынок облигаций первого эшелона в принципе вырос, короткие бумаги до 3-5 лет выросли порядка 0,7 в среднем. Длинные бумаги некоторые 3% давали. Рынок ОФЗ в принципе 3-4 фигуры, самые такие короткие выпуски легко дали. Рынок корпоративных облигаций он немножко просел, там второй, третий эшелон, но в целом уже многие бумаги возвращаются к тем уровням, на которых они торговались. Единственное, что меня смущает, конечно же, это рубль. По той простой причине, что в ОФЗ, ладно, мы отскочили, там действительно были многие бумаги перепроданы, но в дальнейшем именно слабость рубля, она не дает, например, работать на укрепление котировок. Плюс к этому, мне, например, непонятна такая корреляция российского рынка при слабом рубле растет индекс ММВБ. Если мы просто возьмем корреляцию, не будем вдаваться в подробности, то обычно ММВБ растет либо при стабильности рубля, либо при укреплении, именно рублевый индекс. Что касается позиций, у меня есть позиция в контрактах сентябрьские пара рубль-доллар, скажу честно, играю на укрепление рубля. Давно ты стоишь? Нет, я стою, на самом деле, недавно, у меня, в принципе, комфортная покупка, я половину разгрузился, потому что, знаете, бывает, выходишь, и вот ты понимаешь, что-то не то, пружина сжимается, и думаешь, что вот не твоя игра. Половину там фиксируешь, небольшую прибыль, дальше, например, начинаешь параметровать позицию. У меня сейчас очень комфортные уровни, выше 33 по споту, поэтому в данном случае пока ничего не делаю. Я думаю, пока надеюсь на то, что при стабильности нефти и при той позиции, которая у нас есть, рубль все-таки идет куда-нибудь на 32,80, на 32,50, ни в коем случае не оправдывая свою позицию. Но, с другой стороны, скажу честно, я не понимаю, какая там идет игра. Очень сложно, первый раз, наверное, я сталкиваюсь с этой ситуацией по рублю, потому что даже, если помните, прошлый год, когда нефть была краткосрочно около 90, рубль тоже самое стоил. И там уже подключался Центробанк. Сейчас, например, Центробанк может не подключаться, потому что евро по отношению к рублю падает. И, в принципе, валютная корзина укрепляется за счет именно ослабления евро. Поэтому пока мысли никаких, позиции свои означены. Если будем выше 33,50, я уже, наверное, буду задумываться над тем, чтобы либо крыть убыток наполовину, либо будем дальше смотреть. Но это все до налогового периода, до 20-х чисел июля. То есть, в принципе, еще там 10 торговых дней. Я понял. Миш, твое мнение по поводу рубля. Вот действительно, что происходит сейчас? Он объективно слабеет объективно? Есть для этого фундаментальные причины? Или это действительно игрищи чьи-то опять закулисные? — Никаких игрищ. Просто надо здесь, опять же, давайте возьмем взаимосвязь ЦБ. Все очень просто. Просто, понимаете, если бы делалось все грамотно, как должно делаться, то, естественно, мы бы вот такое не увидели. И мы бы не обсуждали, почему вот так. — Грамотно по отношению к своей национальной денежной единице. — Просто ЦБ сдерживал почти два года динамику рубля. Не имеет значения, сколько там нефть стоила. Ну, вы посмотрите на экономику. Ну, если она будет 150 долларов стоить, это не значит, что рубль не будет там 40 рублей стоить. Это ничего совершенно, уже ничего не значит, потому что бюджет уже у нас одно дело. Он был там два года назад при одной нефти. Каждый раз он пересматривается, и поэтому не имеет значения, сколько стоит нефть. Имеет значение, как это влияет на экономику. А мы видим, что цена 105 долларов за марку бренда, она позитивно на экономику уже не влияет. Возьмите все экономические данные, по-моему, все и так понятно. Это мы видим то, что нам Росстат рассказывает. В реальности, я думаю, там все намного хуже. Поэтому динамика рубля должна была быть на протяжении, наверное, ну, как минимум года. Она должна была идти, вот то, что сейчас происходит, произошло за два месяца. Такое должно было происходить на протяжении, наверное, полутора лет. Ну, вот эта политика, она не дала к этому. Поэтому мы сейчас видим, мы говорим не снижение, там, не знаю, курса рубля, а мы говорим девальвация, потому что если у тебя валюта, если у тебя национальная единица падает на 10% за, там, два месяца, это девальвация, простите, какое-то вам снижение, да? Поэтому надо все говорить как есть. И я считаю, что 33 рубля, ну, понятно, что 32, там, 50, я не беру, вот эти там расхождения 2-3%, это ничто на самом деле. Вот, то есть, если цены на нефть уже уйдут ниже 100 долларов, вот это уже действительно повлияет на тот же рубль, опять же, негативно. И учитывая, что экономика при цены на нефть там ниже 100, она по-любому будет уже, там, не знаю, еще хуже цифры выходить, чем есть сейчас, поэтому рубль 34, 35, 36, то есть этот диапазон выйдет нормально, да. И учитывая, что, опять же, коллега удивлялся, почему растет индекс ММВБ, да все, по-моему, просто. Больше 50% нашего индекса это нефтегазовые компании, то есть это экспортно-ориентированные компании, которые гонят нефть туда, получают доллары, и им это, наоборот, выгодно. Поэтому мы видим, что у нас, посмотрите, там, Донецк... Выгодно-то имеется в виду, дешевые рубли. Им нет, наоборот, да, им выгодно, потому что у них же доллары, они получают в основном доллары, конечно, меняют на больше рублей. Прибыли в рублях растут. Ну, и мы видим, что возьмем котировки Газпрома, это немножко другая ситуация, возьмем котировки, там, основных компаний, то, там, Локойл, Татнефть, Роснефть, то мы видим, что у них все замечательно, они торгуются ближе к своим, даже к, там, историческим, наверное, хаям. Поэтому совершенно нефтегазовый сектор, по-моему, у нас все вообще замечательно, и вот это снижение курса. Позвольте мне согласиться. Давай, давай, Леша, не согласись. Локойл стандартный боковик, Татнефть со 175, просто из-за высокой беты, из-за того, что там очень много людей арбитражит с Лондоном, бумага просто стала наподобие Северстали, нефтегазового сектора, она может ходить. Плюс до этого она и при 105 стоила 180 рублей, сейчас она на 200 рублей вернулась. Что касается вот как раз рубля, я ни в коем случае не удивлялся, я всего лишь рубль привел на корреляцию ММВБ. Ну, понимаете, рынок каждый день меняется, чему удивляться? Я именно говорил о том, что если мы возьмем с фундаментальной точки зрения, безусловно, экспортно ориентированные компании выигрывают, разговаривал с представителями Русала, ослабление рубля на 1 рубль дает им годовой ебиды, операционной прибыли, по-моему, в районе 200 миллионов долларов. Но здесь есть один маленький нюанс. Если мы с лозунгом о том, что мы помогаем российской экономике именно с точки зрения, давайте назовем там, девальвация, ослабление рубля, есть одно но. У нас, у многих компаний реального сектора, особенно в обрабатывающей промышленности, у них закупки и стоимость конечной продукции от 50 до 80 процентов состоит из импортных. Это то же самое, что вот когда в Японии девальвируют валюту, а из-за того, что в стоимости конечной продукты высокая цена нефти сидит и других вариаций, которые растут в цене по отношению к твоей валюте, у тебя получается, что выручка у тебя выросла, но себестоимость у тебя никуда не делась. Поэтому если правительство и ЦБ и наши госорганы работают над тем, чтобы обеспечить все соцгарантии и дальше вкладывать в олимпийскую стройку, во все остальное, безусловно, 36-38 ничему не удивлюсь. Но если мы хотим помочь экономике, можно хотя бы задаться вопросом и посмотреть, а в реальном-то секторе какое у нас количество в конечной продукции себестоимость сидит импорта. Потому что вы должны понимать, что если вы что-то закупаете за рубежом, то слабый рубль вам, мягко скажем, не добавит вам перспектив. Ну, скорее, наоборот. В конечной стоимости продукции, в вашей маржинальности. Поэтому вот я говорю, здесь все зависит от того, что либо мы работаем, поднимаем экономику, либо мы просто выполняем все свои обязательства и сделаем прекрасный 2018 год, чемпионат мира, все будут счастливы, скоростные поезда, которые будут окупаться 270 лет. А вот поздновато-то уже поднимать экономику. Поэтому так и происходит. Поднимать когда экономику? Сейчас поднимать экономику? Так уже что поднимать? Это по сравнению, по отношению к чему? К Олимпиаде? Не, поздновато по отношению к времени. То есть... Надо было раньше чухаться. Конечно, был цикл роста цен на нефть, бешеный просто цикл. Вот, вот отличный момент для того, чтобы уйти от этого. Так, простите, а не ушли, и все. Единственная возможность дохода в бюджет, это как и было там 10-15 лет назад, это экспорт, это экспорт сырой нефти, это экспорт любых сырых, каких-то экскопаемых, назовем так. То есть это просто продажа сырья за рубеж и получение России долларовой выручки. Вот, поэтому все это уже поздновато немножко. Поэтому именно так мы и видим, что происходит. И, соответственно, поэтому и у рубля, наверное, на текущий момент каких-то гарантий, это вот только действительно цены на нефть, которые более-менее они будут как-то поддерживать. А у власти сейчас единственная возможность, чтобы как-то действительно свои социальные выплаты производить, которые, на мой взгляд, просто сильно завышены. Это единственный момент, это действительно за счет рубля. То есть бюджет будет у нас исполняться за счет того, что вот эти доллары, они будут меняться на рубли, и, соответственно, доход бюджета вроде как рублевый будет расти. И плюс, единственное, еще можно сказать, что в пользу рубля, но пока я не вижу таких-то резких объемов торгов. Они были на экстремумах рынка, на ОФЗ. Но ОФЗ сейчас боковик, и вот видно, что по торговым операциям вот нет какого-то там серьезного ажиотажа. Большинство людей, ну, скажем так, находятся, как всегда, в ожидании. И поэтому краткосрочно тоже в этом. А в ожидании чего, Леш? Ну, как всегда, в ожидании прекрасного и в ожидании того, что, да, будущего. Ну, начало года, конец прошлого, начало этого года, да, мы видели, что рынок долговых обязательств, ОФЗ особенно, он... Понимаете, еще в чем проблема, что если мы возьмем стратегию Buy and Hold, которую многие профучастники на первом и втором эшелоне торгуют, то представьте, у вас классная доходность за последние пять месяцев была, потом эта вся доходность за один месяц уходит. И если ты еще не продаешь, ты можешь либо в ноль, либо там за счет купона ты можешь там в нуле сидеть. И поэтому сейчас ситуация, что делать дальше? Либо мы опять ждем и, как всегда, молимся за светлое будущее, либо мы, может быть, там, меняем какую-то стратегию или просто какую-то для себя выполняем стратегию там на ближайший месяц-два с учетом там наших конкретных целей. Поэтому вот сейчас какой-то активности на рынке ОФЗ я не вижу. Ну и плюс по тому, что я слышал, Евроклир опробуется на ОФЗ. Если опыт покажется успешным, то следующими будут субфеды. Ну и то я не уверен, что будет. И потом, возможно, корпорат. Если когда-нибудь это случится, я могу вам сказать, что это будет очень весело. В хорошем смысле слова это будет. В очень хорошем. Волатильность там будет сумасшедшая. Но представьте, сейчас Феско торгуется в долларах 10. Берем своп 16 годовых. А рублевую у нас стоит 10. Представьте, что будет, если был бы Евроклир и у нас бы было больше участников. Представьте, что было бы с рублевым Феско. Ну его бы просто, вот он, его бы носило процентов так на 5 в день. Поэтому в данном случае надеемся на лучшее. И может быть, когда-нибудь и на рынке акции то же самое будет. То же самое, ты имеешь в виду, похоже на Евроклир. Кстати, я так и не понимаю в облигациях, надеемся на лучшее. В два года облигация показывала, российские облигации показаны бешеные рост. Куда там еще лучшего? Там надули такой пузырь. Извините, но я не вижу доходности. Это просто не соответствует уровню компании. Ну не может такая компания, которая там, ну не знаю, там полу государства, не имея значения, не может эта компания с такой вот отчетностью, с такими операционными расходами показывать такую годовую доходность в рублях. Поэтому там такой пузырь, да там ему еще сдуваться и сдуваться. То есть все, что происходит сейчас или произошло бы за последние полторы недели, две недели, это еще не конец. Хорошо, сейчас еще раз мы прервемся. Новости на финансовом ФМ потом продолжим. Ну что ж, друзья, осталось немножко времени. Подводим мы сегодня финансовые итоги недели. Ну и говорим о многих интересных вещах, которые происходят, происходили или будут происходить вокруг нас. Значит, напомню еще раз, да, в студии сухого остатка Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании «Итала» и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвиркапитал». Вот в разговоре сейчас о нашем долговом рынке, оправданный или нет прозвучал, тем не менее, замечательный термин «пузырь-пузырь». В принципе, можно говорить о том, что в настоящее время очень многие инвестиционные инструменты такие пузыри напоминают, очень много там некой спекулятивной активности, не подтвержденной никакими реальными активами. Вот один из них, если вы согласны, конечно, это рынок драгоценных металлов, ну, в частности, золото. За последнее время он здорово, он, я имею в виду, этот актив здорово подешевел, рухнул, можно сказать, да, там из него выходили те самые бумажные фонды, да, которые активно его скупали, да, в предыдущее время. Вот что можно, Леша, прокомментируй, пожалуйста, эту ситуацию и что вообще можно. Не устаю повторять, что с прошлого года мы с вами как раз общались. Есть два основных индикатора, на которые, по моему мнению, смотрят люди, которые, ну, хоть пытаются понять, за счет чего происходит движение в том или ином инструменте, потому что, ну, говорить о фундаментальных причинах, о всякой себестоимости золота добытчиков, который постоянно растет, а сейчас уже там чуть выше, вот Барри Голд, например, посмотрите себестоимость, у них средняя себестоимость тысячи долларов за унцию, и вот сейчас вот они будут себя плохо чувствовать. Нет, нет, есть два индикатора, это инфляция и реальные процентные ставки в США. Наложите график процентных ставок в США на движение золота, пока сейчас доходность десятилеток дают реальную доходность положительную, золоту никому не нужно. Больше инфляции, да, потому что там CPI там 1,9, а доходность сейчас 2,5, то есть ты зарабатываешь дельту. Как только опять изменится что-то, возможно, на золото будет спрос. Ниже, скажу честно, ниже тысячи долларов пока не вижу, 1100 тоже не уверен, ну, куда-нибудь там 1150, возможно. Ну, 1180 было уже на прошлой неделе. А почему, собственно, еще раз не потрогать этот уровень, глобально какая-то другая идея. Ну, может быть, 1500 есть во что поиграться, но опять же, вся проблема в том, что золото все-таки это в первую очередь некий инфляционный инструмент, на который вот закладывается, если мы смотрим на инфляцию на реальные процентные ставки в будущем. Сейчас ни там, ни там, никаких интриг нет, инфляция под контролем, как глобальная, так и в основных странах. Что касается реальных процентных ставок, ну, посмотрите, вербальные интервенции не помогают, доходностью 2,5 как держались, так и держатся. И поэтому сейчас вот, ну, я на золото, скажу честно, только с этой точки зрения смотрю. Я понял. Я понял. Миша. Золото, золото это тоже отличный был пузырь. Вот прям надули, очень все грамотно сделано, можно просто респект сказать тем инвестиционным фондам, которые на этом заработали, я думаю, очень большие деньги, тот же Сорос и многие другие американские инвесторы. Ну, я, наверное, про золото что скажу? Ну, во-первых, в металлических, так скажем так, щитах, да, ну, мы понимаем, что это же золото не физическое. Реальное, да. Да, это все-таки виртуальное золото, ну, и металлы, да, то там поменялись немножко просто правила игры еще, да, там, то есть если раньше можно было их брать с каким-то одним плечом, то эти плечи сокращались на притяжении, наверное, минимум года. Соответственно, уже вот эта спекулятивная возможность, которая была раньше, ее сократили. То есть не было той возможности играть именно, допустим, там на повышение или на понижение. Плюс не забывайте, что основной бенефициар, ну, почти во всех, ну, особенно в золоте, США им не выгодно вообще рост золота. Им это не нужно. Им выгодно, чтобы более-менее держался доллар, но им никак не выгодно дорогое золото. Им не нужно, чтобы люди искали доллару замена. А когда стали говорить, ходить слухи, что вот все-таки надо там юань или там золото, серебро, что это все-таки что-то, да, чем эта зеленая бумажка, да. Вот, собственно, это и был такой вот фактически там 1900 по золоту, это и был вот этот надутый пузырь, вот этот хай, когда я так понимаю, что действиями в том числе и главы ФРС было сделано все, чтобы сыграть там на понижение. И я думаю, что американские те же самые дома очень неплохо заработали на этом самом понижении золота. Насколько оно может еще упасть? Ну, не думаю, что от текущей цены есть действительно какой-то сильный даунтренд вниз. Вполне возможно, тысяча долларов может ли быть? Да, вполне возможно, если кто-то там сидит, какой-то крупный инвестор в спекулятивной позиции в ланге. Взял, прикрыл, да? Я думаю, что для того, чтобы он прикрыл на тысячу, оно и может уйти. Это было вообще очень красиво, кстати, если оно уйдет на тысячу, просто будет очень красиво. Ну, это, конечно же, сейчас маловероятно, на мой взгляд. Но, тем не менее, такие возможности есть. Посмотрите на металлы. Помимо золота все торгуются действительно на каком-то на своем историческом дне. Поэтому потенциал к снижению есть всегда. И я думаю, что если ликвидность будет с рынков изыматься, ФРС, то золото, учитывая, что это сейчас очень сильный спекулятивный инструмент, он все равно им остался, то это тоже отразится на котировку золота. Дорога вниз ему, да? Да, и повторюсь, почти каждый раз в вашей программе защитных инструментов не бывает, да. Лёш, ты тоже думаешь, не бывает защитных инструментов? Бывает. Доллар США это не защитные инструменты? Подушка, если она у тебя в бомбоубежище находится метров двести. Ладно, я понимаю твой юмор. Мы говорим о инвестициях, инвестиционных инструментах, о рынке. Не бывает защитных инструментов? Ну, если с точки зрения классических терминологий, защитные инструменты, конечно же, есть. Потому что если бы не было защитных инструментов, не было бы прекрасной модели ценообразования на финансовых площадках. Поэтому в данном случае у нас есть единственный защитный инструмент, это долговой рынок США. Долговой рынок США. Особенно векселя краткосрочные. Поэтому, что касается других металлов, знаете, есть очень хороший индекс CRB, Commodities, Reuters его считает. На уровне начала этого века находятся. Меня больше всего в этой ситуации беспокоят котировки на медь. Все-таки даже в прошлом году на коррекциях рынка и на слабости в прошлом году, в первом полугодии экономики нефть ниже 7000 не уходила. Сейчас она даже трогала 6600. Никаких идей там есть. Она вроде пытается там раз в неделю выскочить. Там 2% дает, обратно ее продает. Поэтому вот сейчас товарные рынки очень слабые. И говорить о том, что можно бы какие-то были интересные моменты сыграть, я бы не стал. Потому что, например, была идея светлая сыграть лонг серебра и шорт золота. Но вот я понял, что из-за высокой беты, просто если, не дай бог, у тебя золото будет корректироваться, то серебро упадет сильнее. И поэтому у тебя позиция может получиться так, что при падении она у тебя будет... А у тебя еще раз говорю, лонг серебрей еще раз взял. Нет, у меня была такая идея из-за того, что все-таки именно 2 этих инструмента были перепроданы сыграть. Хедж такой. Ну, я не могу сказать, что хедж. Там нужно постоянно следить за пропорцией, которые у тебя есть. То есть, если ты веришь в рост базовых активов, то ты ставишь, например, 60% серебро. Именно конечной стоимости вариационной маржи или твоего позиции 40 в золоте. Но опять же, вся проблема в том, что у серебра более высокая бета. И тебя могут... Если, не дай бог, эти два инструмента еще пойдут в разные стороны, тебя просто разорвет. Поэтому здесь постоянно нужно отслеживать. Очень сложно это. И поэтому сейчас без позиции вообще нахожусь на товарных рынках. Там в золоте был лонг, скажу честно, там доллар по 103 прикрыл, наверное, там проехался немножко. В товарных рынках вообще ни одной позиции нет. Вот только рубль, наверное, вот я его называл и все. А все остальное облигации и акции. Ну а если, да, подытожить, что лицо может поддержать межтоварные рынки все-таки? Ну, на самом деле... Глобальный рост пресловутый, да? Нет. То, что поддерживало их за последние 10 лет. Экономика Китая. Все прекрасно понимают, что сейчас металлы торгуются на таких уровнях из-за того, что идет замедление китайской экономики. Я, кстати, про китайскую экономику вам говорил, помните, да? Многократно, конечно, конечно. И, собственно, пока слова начинают оправдываться, да, превращаться в действие, мне сложно сказать, как китайцы будут бороться с вот текущей стагнацией на рынке, потому что реально, вот, если общаешься там с какими-то китайскими предпринимателями, то у них уже маржа, она просто минимальная, и они уже не могут работать за меньшую маржу. И поэтому что-то у них там изменить, вот эта идея внутреннего спроса, которая, кстати, сейчас витает в России, она, поверьте мне, не приведет ни к чему. Она не придет в Китай или она, в принципе, нереальная? Просто, просто китайская экономика, она отличается от американской экономики. Американская экономика, экономика потребления. Китайцы не смогут сделать то, что сделали, допустим, как работает американская экономика, да. Это вот, ну, не получится. Это ментальность. Японцы пытались это сделать, у них не получилось. Поэтому, естественно, что пока экономика Китая находится в таком, скажем так, небольшом упадке, никаких ростов цен на сырьевых товарах, прежде всего, металлах, ожидать не стоит. Вот как только там более-менее что-то начнет восстанавливаться вместе, соответственно, с американской и европейской экономикой, то, конечно же, потенциал у металлов, он довольно-таки существенный. И в долгосрочной перспективе, я думаю, что цены будут выше. Ну, наверное, это все-таки больше в долгосрочной перспективе. Россия, кстати, в этой связке или у нее какая-то самостоятельная, можно сказать, история, может быть? Если касаемо вот то, что я сказал, пытаться там внутренний спрос, еще что-то. Вот у нас же, я не ошибаюсь, хотим распечатать кубышку, да, то, что мы давно не делали, и понять, куда вкладываться там, по-моему, инфраструктура дороги, вот что-то такое. Да, были разговоры. Вот честно вам скажу, ну, сами подумайте, распечатывали для того, чтобы строить дороги, идея отличная. Но... Чем это закончится, мы знаем. Чем это закончится, это уже все известно заранее. Поэтому здесь должен какой-то быть совершенно другой подход. Идея хорошая, но подход совершенно должен быть другой, не вот так на словах. Поэтому, что касается России, все-таки мы действительно верим в перспективу, что какой-то долгосрочный рост начнет восстанавливаться. Но сейчас все-таки мы сильно зависимы, и я думаю, что все, цены на нефть, смотрите на цены на нефть, и следите за каждым разом. Я последнее всего лишь добавлю, что внутреннего спроса. Наложите прекрасный график розничной продажи и выдачи кредитов физических лиц, и вы увидите, за счет чего берется в нашей стране внутренний спрос. Я понял. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. В студии Сухого Остатка сегодня были Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании «ТАЛА» и Михаил Молодов, извини, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Мы подводили финансовые итоги недели. Ну, получилось, на мой взгляд, неплохо. Спасибо. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Впереди выходные, поэтому отдыхайтесь, набирайте сил. Мы, как всегда, встретимся ровно через пару дней, в понедельник, ну и будем продолжать нашу нелегкую работу. Всего хорошего, успехов на рынке, счастливых выходных.